День Победы Данский союз ветеранов предложил конкурс членцов. Портал славы поддержал эту идею. Учителя, родители, дети откликнулись на то, чтобы на странице в Фейсбуке, на странице, которую мы назвали «Милый навсегда», каждый день появлялись новые стихотворения. И, конечно, было приятно то, что во время самого этого торжественного дня, 9 мая, у всех наших памятников было очень много людей, много цветов. Люди шли с землями, они шли с георгийскими ленточками, с цветами. И, конечно, все понимали, что все это делается во имя одного, чтобы сохранить мир, потому что все хорошо знают, что нельзя сегодня вообще кого-либо приносить в жертву, нельзя повторяться никаким страшным событием, потому что мир, он очень и очень хрупкий. И у нас получилось все хорошо. У нас получилось так, что было и торжественно, и красиво, и приятно, и душевно. И пели мы песни, смотрели кино, и отвечали на вопросы викторины, и поздравляли друг друга. Ну а вечером состоялся, то есть небольшой, но из разных чистых городов, филверк. И он тоже был символичным, потому что право запустить филверк получили те люди, кто перечислили средства на проведение этого мероприятия. Праздник закончился, но жизнь продолжается, и продолжается юбилейный год. 75 лет победы мы будем праздновать, наверное, до конца этого года, потому что еще не все события произошли, не все события состоялись. Мы знаем, что будут еще в других странах торжества, которые связаны с этим событием. И мы тоже хотим, чтобы наша группа не всегда продолжила работу. А для этого у нас, у всех модераторов и администраторов, этой страницы администраторов сайта Славия, портала Славия, есть предложение запустить рассказы о тех городах-героях, о городах воинской славы, которые мы когда-то в своей жизни посетили. У нас у всех есть личные воспоминания, у нас у всех есть личные фотографии, у нас есть свое представление о том, что нужно обязательно посмотреть в этом городе, чтобы понять и почувствовать, почему этот город стал героем Советского Союза, или почему этот город стал городом воинской славы. Ведь в этих городах есть много музеев, тех памятников и достопримечательностей, которые свидетельствуют о том, какой ценой далась победа. Мы ждем от всех-всех людей, кто выйдет на нашу страницу, кто увидит в Фейсбуке наше представление о том, как будет жить и дальше развиваться наша страница, вот таких интересных рассказов. И, наверное, это нас объединит, обязательно объединит. Мы постараемся сделать, может быть, музыкальное оправдание этих рассказов, потому что о многих городах есть чудесные песни, и их тоже надо обязательно послушать, их надо вспомнить, чтобы проникнуться той атмосферой подвига, той атмосферой победы, которая живет сегодня в этих городах. Субтитры создавал DimaTorzok